Ночь искусств — особое время. Если вы её посетите, то точно запомните надолго. Вы мечтали стать участником событий, которым более 400 лет? Такую возможность подарила всем своим посетителям историческая реконструкция в Республиканском краеведческом музее имени Воронина. Дело в том, что в этом году исполняется 410 лет с тех памятных событий, когда смутное время было завершено, когда силами второго ополчения столицы нашей Родины, Москва, была взята и освобождена от польско-литовских интервентов. И вот в одной из исторических сцен, клуб исторической конструкции и средневекового фехтования Владычный полк расскажет о том, что случилось в Темникове в сентябре 1612 года. Для самых юных своих посетителей музей предлагал исторический кукольный спектакль, многочисленные мастер-классы и даже полномасштабный квест по зданию музея. Вторая крупная площадка — Музей изобразительных искусств имени Эрзи. Здесь прошла масштабная встреча творчески одарённых людей «Музейник». Мастера народного творчества, музыканты, эквилибристы, абсолютно каждый посетитель ночного торжества творчества мог найти что-то по душе. Проводились и мастер-классы. Одними из самых ярких были обучение создания мультимедийных анимаций и нейрографика. Не обошлось и без особого квеста — волшебной экскурсии по музею с фонариками. Особой популярностью пользуются вот на сей момент, мы так делаем вывод, это экскурсии в закрытые запасники, то есть в святая святых музея или в реставрационную мастерскую, где показывают секреты старых мастеров. И процесс вот этой удивительной, совершенно музейный процесс, который обычно никто не видит, — это процесс реставрации старых полотен. Ночь искусств прошла ярко и незабываемо. Она подарила жителям Саранска особые впечатления и помогла прикоснуться к прекрасному. Андрей Гаврилин, Станислав Семин, Екатерина Геранюшкина. Народные новости.